Добрый день всем любителям второго Старкрафта. Вас приветствует Alex007. Сегодня мы будем рассказывать вам всю правду о стенках в мире второго Старкрафта. Что такое стенки? Зачем они нужны? Как их ставить? И самое главное, как сделать так, чтобы ваши стенки получали исключительно оценку в ноль кугуаров. Именно поэтому мы пригласили для участия в сегодняшнем видео настоящего эксперта в области стенок в мире второго Старкрафта. Коу, привет. Привет, Alex. Привет всем. Я предлагаю для начала рассказать нашим самым неопытным игрокам о том, зачем вообще нужны стенки, вот зачем их нужно ставить. Я думаю, ни раз и не два вы сталкивались с ситуацией, когда ваше войско было просто слабее войска соперника или может быть оно было не таким быстрым, может быть вам было сложно реагировать на атаке соперника. И стенки это как раз то, что дает обороняющимся игроку преимущество, когда его войско не готово выходить и драться в чистом поле. Как правило, с этим сталкиваются протасы или терраны против зергов, но на самом деле применение стенок отнюдь не ограничивается чем-то в формате, ну, надо бы мне поставить стенку, чтобы ко мне не забежали 40 лингов и не съели мою экономику. Учитывая то, что стенки ставились давным-давно еще в первом Старкрафте, у них было очень широкое применение. Коу, давай, например, вспомним о том, как зерги ставили стенку в матчапе с УВП. Было такое? О, безусловно. Учитывая, что протасы часто атаковали зилотами и зерги защищались от этого санкенками, ну, они же плеточники во втором Старкрафте, и их обязательно надо было защищать. Плетки ставили за хатами, за эволюшенами, чем угодно, лишь бы зилоты до них не добрались, потому что если бы добрались, нашинковали. А у протасов, насколько мне известно, были не только вот эти сумасшедшие сложные стенки в начале с форш-экспандом против зерга, но были еще такие попытки закрывать удаленные базы против терра на вот проезжание в ультур. Может быть, даже в ПВП было что-то такое необычное? Ну, в ПВП я не помню чего-то подобного. Там были случаи, когда успевали закрываться на рампе от дарка, такое бывало, но это крайне-крайне редко. Гораздо чаще я видел против дарков стенку из дарков. Но зато стенки в ПВП стали очень актуальными во втором Старкрафте, и об этом мы еще тоже обязательно сегодня поговорим. В общем, опять же, применение стенок может быть очень и очень широким, в самых разных игровых ситуациях они вам могут понадобиться, поэтому давайте поговорим об общем принципе, как нужно строить стенки во втором Старкрафте. Ситуация, слава богу, для всех трех рас, примерно одинаковая. В чем она заключается? В отличие от механики первого Старкрафта, механика второго Старкрафта подразумевает, что если два здания соприкасаются друг с другом, либо одной клеткой по горизонтали, либо хотя бы одной клеткой по вертикали, то они образовывают глухую стенку. Коу, расскажи вкратце, как там дела в первом Старкрафте с этим обстояли? Это очень сложная магия была в первом Старкрафте сделать стенку, потому что у зданий были некие характеристики размеров, причем разные сверху, снизу, слева, справа. И если юнит по своему размеру, который тоже разный бывает в разных проекциях, пролезал в сумму сложенных зданий, то он пролезал между этими зданиями. В итоге, а поскольку размеры разные с разных сторон, например, форжа сверху над гейтом, юниты не проходят, форжа снизу под гейтом, юниты проходят. Отдельная тема ГОСТ. ГОСТ вообще проходил везде, потому что он мельче линга. Но это в первом Старкрафте. ГОСТ мельче линга, это даже звучит как-то страшно. Да, в общем, вникать в то, как там это было устроено в первом Старкрафте, мы даже пытаться не будем, потому что это было устроено как-то совсем страшно. Все, что вам надо запомнить относительно механики второго Старкрафта, у каждого здания есть свои размеры в клетках, то есть все игровое пространство потеряно на клетки. И барак, например, видите, это здание 3х3 клетки, сапплай это 2х2 клетки. Не обязательно здания симметричные, не обязательно они занимают одинаковое количество клеток по горизонтали и вертикали. Но в любом случае вам даже не нужно обращать на это внимание. Вы просто должны ставить здание таким образом, чтобы вот либо слева, либо сверху, либо справа, либо внизу была клетка другого вашего здания, и тогда получается глухая стенка. Если вы хотите делать неглухую стенку, то значит вы оставляете какой-то проход. Как правило, это должна быть одна клетка такая, что либо слева и справа от нее стоят ваши здания, либо сверху и внизу. Бывают еще проходы по диагонали, о них мы поговорим отдельно. И давайте я вам покажу сейчас в формате картинки, как в целом выглядят стенки в мире второго Старкрафта в стандартных игровых ситуациях. Вот, например, классическая рампа, классический спуск с мейна и стандартная терановская стенка. В притык к проходу ставится сапплай, в притык к проходу с другой стороны ставится другой сапплай, и барак ставится в самом центре. Коу, как ты думаешь, с учетом всех этих тенденций Legacy of the Void, а-ля пилон оверчарджи и прочие агрессивные истории, имеет ли смысл тернам продолжать ставить именно такую стенку? Сапплай, барак, сапплай. Насколько мне известно, от нее не отказываются топовые тираны, хотя потеря сапплай против пилона оверчарджа достаточно неприятна. Я не могу придумать ситуации, где сыграть тирану без стенки проблема. Тиран вполне способен играть против протаса без стенки, но большинство почему-то предпочитает по-прежнему играть с ним. Вот она как раз классическая стенка, сапплай, барак, сапплай. Здесь кругом, как видите, нет проходов между зданиями, поэтому такая стенка работает на большинстве стандартных карт, где с мейна идет спуск вниз. У протасов ситуация примерно похожая. У протасов обычно стенка на рампе ставится с пилоном и гейтвеем. Давайте мы очистим весь этот кошмар. И построим примерный аналог протасовской стенки на какой-то дуэльной карте. Вот пилон, вот гейтвей, и где-то там будет проход, где-то там будет одна клеточка прохода между вашим зданием и между краем рампы, между краем рельефа, участка, в общем, вашего мейна. Иногда можно делать стенки уже сразу на второй базе, о которых мы поговорим немного позже. Самое главное, протасы, в отличие от тернов, не могут себе там поднимать, опускать здание, чтобы получать проход. Терны это делают с хранилищами, и поэтому любые глухие стенки мгновенно превращаются в стенки, где на самом деле проход есть. У протасов такой возможности нет, поэтому они обычно оставляют себе проход в одну клетку. То же самое, в принципе, могут делать и зерги. Ну, у зергов есть, понятное дело, интересная возможность выкапывать, закапывать плетки и спорки, поэтому они тоже несколько универсальны. Короче, терны и зерги имба, протасы страдают. Правильно, Коу? В этом аспекте как раз нет. Мне нравится то, что у меня есть раб, который не строит здания. Именно поэтому у протасов все хорошо. Окей. Давайте поговорим теперь как раз о трех типах проходов, которые могут быть между разными зданиями. Ну, первый, опять-таки, мы его уже обсудили. Глухая стенка, она будет практически всегда, когда ваши здания стоят впритык по одной клетке горизонтали или вертикали. Какие бывают исключения из этого правила? Исключений всего три. Это командный центр, это хэтчери и это нексус. Вот, обратите внимание, я ставлю командный центр таким образом, что он соприкасается с оплаем одной клеткой. Тем не менее, между этими зданиями есть так называемый полупроход. Или это даже полноценный проход, да? Нет, это не полноценный проход. Как минимум, иммортал там точно не пролезает. Это полупроход, так называемый, о котором мы еще поговорим. Суть этого полупрохода заключается в том, что мелкие юниты вроде рабочих, вроде зерлингов, зилотов, мариков здесь проходят. Более крупные, вроде сталкеров, уже нет. Таким образом, чтобы ваш командный центр или, собственно, протасовский нексус, или зерговская хэтчери создавали глухую стенку с другими зданиями, они должны иметь минимум две клетки соприкосновения по горизонтали или вертикали с другими зданиями. Как сейчас с нашим соплаем. Вот, обратите внимание, две клетки либо по горизонтали, либо по вертикали должно быть, иначе прохода не будет. Что происходит, если ваше здание соприкасается по диагонали? Вот сейчас давайте таким образом приземлим барак. Это как раз то, что, собственно, называется полупроходом, как и в случае с командным центром. Здесь проходят мелкие юниты, не проходят крупные. Коу, вообще вот в каких-то случаях такой проход может быть, такой полупроход может быть использован для стенки? Когда это может быть нужно? Ну, мне помнится, я использовал его раньше в ПВЗ на тех картах, где есть карман, потому что роботиксы все равно можно поставить на третий, а другим юнитам и не надо ходить на мейн. В итоге, например, в таких стенках не будут пролезать роучи, хотя они будут пытаться ворваться на ваш мейн. Ну, мало ли что. Вообще, по поводу полупрохода у меня отдельная история, которую я хотел упомянуть. И это минералы. Как ставить стенки с минералами? Это имеет значение, например, на современной карте Defender's Landing, где, как я смотрел стримы, многие топовые протасы застраиваются вместе с минералами. Это очень интересная тема, но для того, чтобы ее обсудить, я думаю, нам нужно будет как раз пойти на карту Defender's Landing, что мы сделаем в самом конце. Тут же можно сделать минералы. Давай, я не знаю, как на самом деле. Так, так. А, вот таким вот образом, да, мы можем переместиться куда-то на другую карту. Давай, давай. Так, а я не могу контролировать, поэтому просто... Как-то можешь контролировать. Мы тебе дадим. Раз, два и три. Отлично, замечательно. Тогда я показываю, что важно в случае с минералами. Случаи с минералами... Минералы образуют глухую стенку в любом случае. Даже полупрохода никакого не будет. Даже если они не соприкасаются никакими клетками, а просто уголок. Вообще, это сказывается в основном на зафотонивании, потому что поэтому фотонить за минералами проще. Но на карте Defender's Landing это еще помогает при строительстве стенки на натурале. У газилок такого свойства нет. У газилки... Газилкам, если поставить под углом, проезд будет. Но, опять же, стоит отметить еще одно, но по поводу газилок. Газилка как объект на карте и газилка как здание имеют разные размеры. Газилка как объект меньше. Поэтому, если попытаться поставить вот в такой проход пробочку, то там можно просунуть каких-нибудь лингов. Когда построишь газилку, это сделает сложнее. Проход становится меньше. Да, очень интересный аспект. Это нюанс. Да, сейчас мы как раз это отработали. Вот смотрите, здесь пилон соприкасается с минералом только по диагонали и пробка не проезжает. С газом соприкасается по диагонали, пробка проезжает спокойно. Видимо, эта разница связана как раз с тем, что на месте Веспенгейзера будет ставиться здание и по сути Веспенгейзер дублирует механику здания. А вот минерал это такая вещь в себе. Ну и последний случай, который мы не рассмотрели, если как раз Нексус, Хэтчери или Командный Центр стоят по диагонали с другим зданием. Здесь создается, может быть, даже и полноценный проход. Давайте быстренько Сталкером пройдем. Да, это такой же полноценный проход соприкосновения по диагонали с большим зданием, как одна клетка между... Одна клетка по вертикали или горизонтали. То есть Архон здесь не должен проходить. Он и не пройдет. Но здесь... А Колос пройдет. Да, но здесь проходят собственно все остальные юниты. То есть список юнитов, которые не проходят... О, смотри, тут и Архон проходит. А вот это интересно. То есть в стандартном проходе, видите, Архон не может ничего сделать. Проход в одну клетку между двумя Архонами. А этот проход еще больше. Да, а этот проход он еще больше, чем одна стандартная клетка между Нексусом и Пилоном. Хотя они соприкасаются по диагонали. То есть вроде бы этот проход-то по механике должен быть меньше. Но посмотрите, как Архон тут, видите, прям по Нексусу так проходится. Это действительно очень интересный аспект такой. И на самом деле, я не знаю, Тор тогда тоже должен проходить, Слон должен проходить. Они же все крупные юниты. Давайте-ка Тора посмотрим. Нет? А Тор здесь не пройдет. А Тор больше. Очень любопытно. То есть Архон проходит, а Тор нет. А что тогда со Слоном? Ну, да, построить где-нибудь. Давайте построим Слона где-нибудь. Где-нибудь здесь. Личинку только. Надо подождать и построим. В общем, действительно, тут неординарная механика. Честно говоря, мы сами этого толком не знаем и выясняем на ходу, потому что мы сами ничем таким не пользуемся. Короче, Тор главный неудачник мира второго Старкрафта. Все запомнили. Единственный наземный юнит в Старкрафте, который не проходит стенку по диагонали между крупным зданием и мелким зданием. Вот такая вот интересная особенность. Окей, как работают здания друг с другом мы, в принципе, уже выяснили. Опять же, резюмируем, все предельно просто. Если выбросить Нексус, Хэтчери, Командный Центр, любые соприкосновения зданий по вертикали и горизонтали, создают глухую стенку. Если здание соприкасается по диагонали, это так называемый полупроход. Точно такой же полупроход будет у Нексуса, Хэтчери, Командного Центра с зданием, с которым они соприкасаются по горизонтали, по вертикали, одной клеткой. Если они соприкасаются только по диагонали, то все, кроме Тора, там будут проходить. Назовем его двойным проходом. Супер! Что нам осталось выяснить после того, как мы разобрались со всеми этими деталями? Нам осталось выяснить, как же протасы или зерги, которые используют не глухие стенки, а стенки как раз таки с проходом в одну клетку, которая слева и справа закрывается зданием или сверху и внизу. Так вот, как этот проход закрывать? Давайте как раз это мы с вами и выясним. Для того, чтобы разобраться, как работает эта механика, как нужно правильно перекрывать проход. Давайте мы наспамим кучу мелких юнитов. Давайте мы дадим Кугуару тоже много собак, чтобы он пробегал мимо нас. И какие нам еще нужны юниты? Ну, давайте сентри еще проверим. Сталкер где-то у нас. Вот. Вагон и тележка разных юнитов. Давайте строить стенки. Опять же, стандартная протасовская стенка подразумевает вот проход в одну клетку. Вот видите, мы делаем проход в одну клетку. Давайте сверху добавим зданий, чтобы не было у лингов соблазна пробегать там. И как закрываются, как правило, такие стенки, мы просто берем любого гейтового юнита, например, зилота, ставим его куда-то в проход между пилоном и гейтвэем, ставим на холд, и даже если мы дадим сейчас Коу апгрейд на скорость, он сможет протиснуть только одного линга каким-то хитрым образом, второго линга каким-то хитрым образом, третьего каким-то хитрым образом. Коу, у тебя есть секрет успеха протискивания собак? Я жму на кнопку right-click, ну в смысле move, двигаться туда, и линги толпятся, 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 а потом собрат по телам прыгай. А давай оценим это с точки зрения ну вот игровой эффективности. У тебя было где-то 10 собак, из них пробежали три на красных хитпоинтах. В этом может быть смысл? Ну я видел, как меня пробивали таким образом. Там было 30 лингов, а в проходе зилот и кора. А теперь мы вместо зилота поставим сталкера. А теперь у меня кончились линги. Очень жаль. Мы тебе не сможем дать так просто новых на спамить. Нет, не сможем. Вероятно нет. Ну давай мы тебе дадим больше собак, чтобы тебе и хватило. Коу уже отдал всех собак. Видите, игра толком не началась, а Коу уже отдал всех собак. Окей. Снова делаем так же проход в одну клетку. На этот раз закрываем его более крупным юнитом сталкером. Ставим его на холд. И тут уже не получается. Что бы Коу не делал, как бы он не кликал, что бы он не придумывал, у него не получится ничего. Это мы посмотрели на то, как работает мелкий зилот и как работает крупный сталкер. Многие пробуют перекрывать проход пробкой. Давайте я это попробую сделать. Лучше так делать не надо. Как мы прекрасно видим по сложившейся ситуации. К сожалению, перекрытие прохода мелким юнитом, таким как пробка или внимание дарк, может быть очень плохой идеей. Дарк, конечно, линга ваншотит, но, как видите, линги просто слишком круто через него пробегают, поэтому особого толку в перекрытии прохода маленькими юнитами нет. их надо поставить очень точно. То есть, если вы идеально поставите зилота, по идее, даже если пробку как-то совсем идеально поставить, может быть, я кривой, не знаю. Но, так как мы все-таки это рассказываем игрокам, ну, относительно новичкам, которым тяжело будет с этим определяться, как надо ставить идеально, как не идеально, совет очень простой. Перекрывайте проход нормальным крупным юнитом, таким как сталкер. И тогда, как бы вы сталкера не поставили, как бы Коу не кликал, пробежать не получится. Коу, каким ты юнитом обычно перекрываешь проход? Адептом? Ну, в зависимости от ситуации, адепт зилот центря используются. Давай мы посмотрим на адепта и на центре. Вот, я адепта как-то поставил на холд. Собственно, этот адепт, ну, видимо, так же, как зилот держит. То есть, его можно поставить так, чтобы линги не пробегали, но это не так просто. А что у нас с центри? Либо я ее поставил как-то очень хорошо, либо все-таки центри работает примерно так же, как сталкер. Ну, давай попробую другую позицию какую-то. Как-то вот так. Ой, это тоже бывает. Ну, почти как сталкер, но лучше зилота, но не настолько надежно, как сталкер. Да, да, то есть центри в нашем рейтинге перекрытие проходов будет все-таки пониже сталкера. Как видите, опять же, самый простой нюанс, юниц, который, это необычайно важно, стоит на команде hold position, и, опять же, идеал это сталкер, который вот на халде просто, просто не пропускает собак, и таким образом вы можете перекрывать стенки. Коу, какие есть еще нюансы перекрытия вот такого рода проходов? Ну, вроде бы, я больше никаких не помню отдельных тем. Хорошо. Вот последний был Dark Templar. Да, с Dark'ом мы уже разобрались, с ним не очень удачно это происходит. Какие есть еще нюансы? Если у вас нет юнита на халде, то, ну, мы сейчас сами попробуем пробегать, наверное, учитывая, что у кого юниты кончились. Так, есть? А, я не могу варпать. Вот так могу, отлично. Вот, если пытаются пробежать линги, у вас нет юнита на халде, вы можете варпать прям вот как-то на поле боя, желательно, успев нажать на кнопочку hold, когда появляются зилоты или любые другие юниты, и тогда они там как-то где-то массой помогут частично перекрыть проход. Но, конечно, это только на тот случай, если вы завтыкали. Что делать зергам, которые, собственно, похожие стенки ставят? Ну, самый простой вариант для зергов это перекрываться королевой. Королева такая же толстая, как сталкер, она тоже не проходит в так называемый полупроход, о котором мы уже говорили. Поэтому, если у вас там есть какая-то нормальная стенка, то королева ее закроет супернадежно, опять же, так же, как закрывает сталкер. Никакие собаки тут пробежать не смогут, и как бы вы не поставили королеву, если она стоит на hold position, то все будет замечательно. Что происходит, если мимо ваших юнитов пробегают юниты соперника, как правило, это означает, что вы просто не нажали на кнопочку hold, поэтому следите за этим аспектом. Коу, мы разобрались практически совсем кроме одного, во-первых, можно будет посмотреть на стенку на Defenders Landing, во-вторых, как делать стенку, которую ты будешь оценивать в ноль кугуаров. Давай перед тем, как переходить к конкретным примерам, ты просто расскажешь, за что начисляются кугуары, и покажешь пример стенки в 100 кугуаров, максимум баллов, и пример какой-то идеальной стенки. Так, ну тогда мы, наверное, перейдем на какую-нибудь карту, это стандартная рампа. Можешь подвинуть юнитов, чтобы не мешать пробки строить? Могу, как только мы, нажмем на старт. Так вот, это самая стандартная рампа, здесь вообще то, что ты объяснял, стандартные стенки, мы их прямо сейчас и продемонстрируем, здесь вообще не надо думать. Да? Вот оно, вот он проход, вот оно закрыто. Теперь мы едем дальше. Стой, стой, останется там пробочкой. Мы посмотрим, насколько надежно она закрыта. Видите, мы не можем прорваться. То есть, такой проход при самой стандартной рампе закрывается пробкой столь же надежно, сколь и любым другим юнитом, в отличие от стенки на одну клетку. Хорошо. Так, но сейчас надо подобрать все-таки немножко другую территорию. Давай, давай. Это вот широкая рампа по типу той, что у нас была на карте Newkirk Precinct. Вот такую рампу, к сожалению, вообще, я предпочитаю перекрываться только из больших зданий, и поэтому, если можно построить стенку только из больших зданий, то надо делать стенку только из больших. Но, вот такие рампы перекрывать одними большими зданиями слишком долго нужен второй пилон, поэтому, в такой рампе допустим один пилон. Поэтому, эта стенка все равно хорошая. Вот видимо, что здесь та же пилон и кибернетка соприкасаются сразу двумя клетками через проход по горизонтали, поэтому, здесь такой стандартный проход, который мы уже разбирали. Хорошо, то есть, я правильно понял, что стенка, которая будет иметь ноль кугуаров, в целом, если это возможно, должна включать только крупные здания? Правильно, потому, что пилоны уязвимы к бейлингам. Хорошо, какие есть еще законы постановки протасовских стенок, которые будут оцениваться в ноль кугуаров? Ну, то есть, есть, например, значение, какие именно там крупные здания? Вот, если я хочу, я, например, вместо пилона поставлю Даркшрайн условный. Ну, Даркшайн ты туда мне поставишь, потому что туда не хватит ренджа. Понятно, да. Вместо гейтв я поставлю там, роботикс или старгейт. Роботикс ставить в стенку недопустимо. Слишком ценное здание. Угу, а старгейт? Старгейт менее ценное, его можно. Его нежелательно, но можно, там минимальный прирост кугуаров будет. Давай так, вот, поставь, пожалуйста, на этой же рампе стенку, которую ты оценишь в 100 кугуаров, и стенку, которую ты оценишь, ну, как-то умеренно. Ну, так, умеренно. Мне кажется, просто стенка в 100 кугуаров должна начинаться как раз с пилона на краю. Так, умеренная стенка, давайте. Умеренная стенка. Вот, больше зданий, чем надо. Ага. Не, ну, тут все равно 4 здания, чисто технически, между прочим, это выглядит, как стенка в ноль кугуаров, потому что она состоит тоже из 4 зданий, и все крупные. Но, в данном случае она перекрывается позже, и она не успевает к таймингу, поэтому пилон в данном случае лучше. Иногда я ставлю такую стенку по ошибке. На том же ньюкирке ставил. Это умеренная стенка. Back, старт. А, а теперь поедем в ноль. Ну, в смысле, не в ноль, а наоборот, вверх. Что-то типа такого. Это неплохо, да. Это очень неплохо. Но зато проход в одну клетку все как положено. Еще, понимаешь, мне кажется, что кугуаров это стенка, где там еще какой-то или проход по диагонали вместо стандартного. это, я все-таки, даже если стараюсь, не поставлю совсем плохую стенку. Я тебя понял, я тебя понял. Что ж, это неплохо, кстати, это очень похоже на стенки Зеста, когда он шел в дропдарков. Там еще потом сзади во втором ряду три битвы. Я буквально только недавно пиратил стрим Зеста, поэтому могу сказать, что он все равно ставит в несколько рядов стенки. Да, да, да. На той же новой карте Sequencer у него очень специфические стенки. Я попробовал скопировать, но Старбак не оценил и пропушил Гидрой. Я тебя понял. Слушай, ну, действительно, я думаю, теперь примерно понятно, как ставить стенки в ноль кугуаров. Самое главное, чтобы были крупные здания, ну, второй пилон, точнее, один пилон в стенке допустим при необходимости. И, кроме того, конечно, чем меньше этих зданий, тем лучше. Если говорить о технологичных зданиях, то какой-то нюанс есть. Ну, нежелательно там ставить роботик, Старгейт и Твайлайт, я так понимаю, допустимо, да? Да, 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 Твайлайт и Старгейт вполне допустимы, но, по крайней мере, мне не приходилось до сих пор ставить Твайлайт. У меня был момент, где я ставил Твайлайт, чтобы тайминг получить пораньше стенки и одновременно Даркшайна, но сейчас как-то это не требуется. Сейчас гейты все равно везде успевают. Хорошо, Коу, теперь расскажи нам о особенностях тех стенок, которые ставятся не у рампы. То есть, как ставить стенки у рампы, мы вроде бы разобрались. Но бывают ситуации, когда вот по той или иной логике допустимо ставить стенки иного типа. Раньше, кстати, это была отнюдь не редкость у стенки, у Нексуса. В последнее время это, наверное, стало экзотикой, но давай мы посмотрим на экзотику на карте Defenders Landing из текущего ладдерного мапула. Как здесь ставят... В чем причина... Так, первое. Я на этой карте не играю, но я видел, как эти стенки строятся. Первое. Здесь надо... Рампа перекрывается даже вот так. Даже с уголком рампы рампа перекрывается нату. Угу. Далее. В этой стенке будет не один проход, а два. Я не знаю, зачем это делают, но это делают. Угу. Разумеется, будет Нексус, и между Нексусом и Гейтом будет проход в одну клетку. Это два здания. Далее. Пилон ставится уголком между минералом и уголком. Да, это мешает добывать минералы, но зато это стенка с Нексусом. А на этом пилоне ставится гейт за минералами, чтобы никто за минералы не заходил. Ага. Вот такие вот извращения. Но я все чаще вижу все-таки более логичные стенки на этой карте. Они немножко уступают в плане раша устойчивости, но они, по крайней мере, не мешают потом. То есть, вот он полный проход, в который даже Архон, как мы помним, пролезает. И здесь надо... И второй проход еще снизу. Зачем кто-то так придумал? Подожди, а где два прохода? А где? Стоп, его нет? Нет. Я перепутал. Здесь один проход, но зато большой. Так, слушай, ну а как его закрывать вот от собак? Двумя двумя юнитами или зилот плюс две проб. Давай попробуем. Я на холд поставлю, ты на холд. И... А это я плохо поставил, ладно. Да, ну вот сейчас видите, двумя рабочими например, мы действительно этот проход закрыли. Ну, окей, хорошо, смотри, после всего этого возникает вопрос, а не проще ли, например, быстро разбить камни и перекрыть вот эту рампу слева? Камни никто разбивать не успевает. Это я могу сказать точно. Никто, ни на одном стриме, Zest, Stats, SOS, не видел, никто не разбивал камни. видел стенки вот такие. То есть ставится стенка здесь, то, что линги могут оббежать считается ошибкой мозга зерга, и вторая стенка ставится на рампе. Первая стенка ставится здесь, она ставится глухой, а вторая стенка ставится на рампе обычной. Три здания, глухая стенка. Хм, да, действительно. Мы, конечно, здесь пробьем камни, но это, как вы понимаете, ничего не даст. Кстати, подожди, 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 я не помню. По идее, камни должны носить 500 урона, на что они упали. Будет ли уничтожено здание? Неплохо, неплохо. Но, а если бы у него было больше хп? Ну, просто бы она повредилась и все. А она прям стоят в камнях, стоит в камнях, пойдем, пойдем я построю на твоей рампе. Пойдем, пойдем. Я что-то не помню, просто она должна наносить только 500 урона. Если помнишь, была какая-то игра на карте Heavy Rain, где рочь, рочь и упали под камнем. Ну да, вроде ничего хорошего с ними не произошло. Собственно, опять же, можно перекрывать как-то вот две рампы, можно перекрывать собственно сразу у Nexus'а и опять-таки мы уделяем очень большое внимание протасовским стенкам во многом именно потому, что протасы чаще всего к вопросу стенок обращаются и у них все наиболее сложно. То есть, терны просто ставим глухие стенки, единственный нюанс с командами... И спеши только догрызать, пожалуйста. Единственный нюанс с командными центрами, о котором мы уже рассказали, а дальше просто поднимаем и опускаем сопла и все замечательно. Когда мне убивать? Когда будет 500 хп, то есть, когда здание достроится. Так уже аж есть 500 хп, в сумме. Ну, давай не рисковать. В смысле? Ну, Ну, тут недолго. Вот, то есть, у зергов, в свою очередь, нюансы, какие мы уже тоже успели выяснить там только с хэтчери. Можно использовать перекапывающиеся плетки и спорки так же, как саплай и ставить глухие стенки. Если у вас проход в одну клетку, он проще всего закрывается королевой, заодно, когда вы дергаете F2, то, в общем, ничего не будет происходить. Так, смотрим на результат. Эй, линги, пожалуйста. Момент истины, камни падают. Ну вот, все нормально. Оп! Камни разбились. Вот это поворот. То есть, если протас, например, пробивает камни, я сюда приезжаю, ставлю хэтчери и, допустим, в момент, когда... Гибели у нее 500 плюс хб. да, да, тогда камни, собственно, разбиваются сами, я отменяю хэтчери и пробегаю. Да. Это любопытный очень поворот. Что ж, только что мы выяснили очередной просто невероятный факт из механики Старкрафта и на этой воистину мажорной ноте мы будем с вами прощаться, рассказав, в принципе, все, что мы сами, по крайней мере, хотели рассказать о стенках. Если у вас остались какие-то вопросы о том, как ставить стенки, как перекрывать проходы в определенных ситуациях, вы можете писать в комментариях. Практика показывает, что и Коу-комментарии читают чуть ли не чаще меня. И я туда буду обязательно заглядывать. Так что пишите нам письма. И, конечно, заходите на стрим Кугуара twitch.tv слэш аюриус, правильно? Аурасис. А, Аурасис. Вот. Где вы можете увидеть настоящие стенки в ноль Кугуаров, ну и заодно на мои видео, где могут быть стенки вплоть до сотни Кугуаров там. Как получится в зависимости от моего настроения. Спасибо, Коу, тебе за сегодняшнее экспертное мнение и за интересные исследования игровой механики. И спасибо всем, кто присоединился к просмотру. Успехов вам на ладере. Желаем вам побольше стенок в ноль Кугуаров и, конечно, побольше побед. До новых встреч. Всем пока и удачи. Услышимся. Всем пока.